Ребят, вы тоже это видите? Наконец-то этот день настал! Нас пустили на Аризона трилогию! Пока что это, конечно, закрытый бета-тест, доступен только ютуберам и тем, кто сгенерировал себе код через генератор. И как же мне не терпится все вам показать, да и самому вообще посмотреть на этот шедевр, как разрабы просто перенесли сам в трилогию, это жесть. Я уже зашел на свой админский аккаунт, мне дали код доступа и пока что я вообще в полном шоке, потому что все работает идеально, просто идеально. Вот так выглядит инвентарь и посмотрите, от обычной Аризоны вообще не отличить. Сразу скажу, в этой версии, наверное, будут какие-то баги, потому что это же закрытый бета-тест еще, тут баги могут быть. Надеваем весь свой топовый сет аксов. Как он вообще смотреться-то на мне будет? Блин, офигенно! Стоп, что это? По-моему, разрабы что-то перепутали и анимация пока работает не очень, правильно? Погоди, а с рукой Таноса что? Она какая-то прозрачная, блин, что-то тоже напутали с текстурами. Ну, блин, закрытый бета-тест, ребята, баги еще есть, как я уже сказал. Сейчас будем вообще тестировать всю игру, проверять, что тут есть, как это все работает и искать эти самые баги. Ну-ка, а я смогу вообще шар собрать свой? Так, я вроде начал. Да, да, могу походу? Или нет, не могу. Нажимаю кнопку, ничего не происходит. Не, на шаре, походу, летать еще нельзя в трилогии. Так, а на джетпаке у меня есть админская команда, которая выдает мне джетпак. Ну-ка, это что такое? Блин, и взлететь тоже не могу, ребят. Нет, на джетпаке тоже не полетаешь. Да что такое, блин? Просто, чтобы вы понимали, никак телепортироваться я здесь не могу. Здесь вот на эскейп нажимаю, тут даже карту открыть нельзя. Поэтому я не знаю, как мне телепортироваться на админке. Вот он, ребят, мой Брабус. Открываем, садимся. Управление очень похоже на управление на Аризоне, на обычной, в обычном сампе. Но чуть-чуть все-таки не такое, чуть-чуть отличается. Машины как-то более сложнее управляются, что ли. Но в целом все так же вообще. И машина выглядит просто офигенно. Чтобы вы понимали, у меня сейчас больше 100 фпс. Вообще не лагает, чтобы вы понимали. Вот этот новый вертолет АТ-99. Как он выглядит. Вообще один в один все. Посмотрите на это освещение. Просто как светят фары, ребят. Столб отбрасывает тень на дом от фар. Нет, это очень круто все выглядит. Новая графика, новый движок. Все новое вообще. А сам по Аризону та же. Все так по-новому, но в то же время и по-старому. Это очень круто. Вот чел на велике едет, блин. Синхронизация вообще идеальная. Чекайте, что я вам сейчас покажу, ребят. Вот забор, да? Обычный забор. Просто со всей дури врезаюсь в него. Посмотрите, как он улетел. Это что такое вообще? Полетел, родной. Блин, это круто. Это круто. Не знаю, это баг или нет. Наверное, так и должно быть вообще. Ну-ка, заправка. Как работает заправка? Проверяем. Все работает вообще. Можно заправиться, купить ремкомплект. Все классно вообще, идеально. Я даже не знаю, к чему придраться. Вот первое, что я заметил, это баг с аксессуарами. И больше пока никаких багов нет. Ну, еще на джетпаке летать нельзя. Шар собрать нельзя. Но это, я думаю, все дело времени, пофиксят. Ну, вы только посмотрите, какая, блин, красота. Вот все объекты у дома. Все видно, все прогружается. Все классно вообще. Приехал я, конечно же, на центральный рынок. Будем сейчас проверять, лагает тут или нет. И уже сейчас я немножко чувствую, да, фпсик просел. Но вообще нормально. Гляньте просто, как этот шар магический выглядит. Кстати, он не анимированный, блин. У него же была анимация, а здесь анимации нет. Наверное, тоже можно записать как баг или просто недоработка. Ну, я думаю, это тоже все пофиксят обязательно. Ну, что, заходим на рынок. Блин, а вот здесь вот фпс у меня довольно сильно упал. Ребята, нет, ну это ненормально. Лагает очень сильно, слушайте. Еще и камера как-то странно двигается рывками тоже. Нет, с рынком точно надо что-то делать, блин. Он лагает очень сильно. Даже больше, чем в обычной Аризоне у меня лагает. Не знаю, говорили там у кого-то меньше лагает. Но у меня прям сильно, я не знаю. Так быть точно не должно. Еще я заметил, есть небольшая проблема со скинами. Вот на мне сейчас мой скин, как бы, да, он такой же, как и на Аризоне. Все четко. Но вот я надеваю, например, стандартный скин. Здесь он выглядит вообще по-другому. И видите, как на нем сидят аксы. То есть, как-то криво и не очень. Конечно, я могу сейчас пойти в магазин аксессуаров. Все это подогнать под свой скин и так далее. Но, играя с трилогии, у меня будет все нормально. Все будет классно, аксессуары будут круто сидеть. Но для других игроков, которые играют с обычного клиента, с обычного лаунчера Аризоны, у них этот скин будет по-другому выглядеть. И, соответственно, аксы будут тоже сидеть по-другому. Короче, с этим надо что-то делать. Я не знаю. Наверное, скины вот эти вот менять на стандартные. Или, я не знаю, короче. Ну, думаю, что-то придумают. Интерьер Мэрии выглядит вот так. По-моему, все тоже круто, без багов. Ну-ка, заценим вид из окна. Ребят, это просто офигеть. Посмотрите, как красиво. Это обычная Инта Мэрии. И посмотрите, какой отсюда открывается вид. Все, ребят, наступила ночь. Стало еще красивее, как по мне. Посмотрите, какая красивая картинка. Какое небо. Какие отражения на тачках. Вот, от фонаря даже. Посмотрите, становлюсь перед фарами машины. И появляется моя тень, которую видно вон аж на доме. Как же все-таки классно это выглядит. Нет, я не устану это повторять, ребят. Ребят, графон просто отпад. Выдал себе миниган. Сейчас вообще проверим, какие спецэффекты тут у него. Офигеть, просто посмотрите, какие искры. Если бы еще дырки от пуль были, вообще цены бы не было. Ну-ка, а с эмочки постреляем? Да, ну эффекты такие же, блин. Все, в принципе, так же. А вот и баг, ребят. Смотрите, что это такое, блин. Заборы какие-то перевернутые. Еще и посреди дороги стоят. Так точно быть не должно. Как это странно, блин, выглядит все. Но это, наверное, какая-то просто ошибка ID модельки или что-то типа такого. Ну, я не разбираюсь вообще. Давайте вообще отвлечемся от этих багов, недоработок. Просто посмотрим на вот эту красоту. Вы только гляньте, как это красиво. Ночной Сан-Фьерро. Вот где вы еще такое увидите? В обычном Сампе? Да никогда. Просто посмотрите, отсюда вижу Чилиад. Вон, почти весь Лас-Вентурас видно отсюда тоже. Ну, че, проверим автобазар. Сейчас посмотрим, лагать тут будет или нет, как на рынке. Что-то мне подсказывает, что будет полная жопа. Аккуратненько заезжаем. Офигеть, ребят. Ну, FPS так-то просел. Но, слушайте, в целом разницы с обычным Сампом вообще не вижу. Да, тут тоже просел FPS. Ну, блин, столько тачек, посмотрите. Я знаю, ребят, как вам показать всю красоту этой игры. Вот здесь можно это сделать. Смотрите, прыжки с парашютом. Выбираем город. Ну, например, Лос-Сантос. Я в Инте самолета. Блин, даже она по-другому выглядит. Короче, прыгаем. Все, понеслась. А почему парашют у меня в руке? Что за бред? Вот и очередной баг, ребят. Парашют почему-то не наделся, а появился у меня в руке. Это вообще как? Ну, по идее, я умереть не должен, да? Вот. На дерево просто приземлился. И, кстати, почему-то наступил день опять. Точнее, вечер. Была же ночь уже. Непонятно, короче, как это работает. Камера вот, кстати, дергается. Немножко напрягает. Тепнулся я в админ-зону. Как работает на трилогии админка. Конечно, нет у меня здесь всяких админ-тулсов, админских читов всяких. Но хотя бы в рекон за игроком-то я должен зайти. И это работает. Посмотрите, слежу за чуваком, который приехал на праздничную площадь. Опять ночь наступила. Время тут, походу, вообще по-другому идет. Но, блин, все отлично работает. Вот я могу за ним следить, смотреть, что он делает. Вот, чувак, на автобазаре мэр свой продает. Кстати, обратите внимание на номера машин. Они тоже все отлично отображаются. Все отлично работает. Я в шоке вообще с разрабов, как они все это умудрились перенести на другой движок. Кто не знал, да, трилогия совсем на другом движке. Гляньте, ребят, тень от фонаря, от всех моих аксессуаров тоже отображается. Вот я сейчас взял молот-бан в руку. И тень от него тоже видна. Лечу сейчас на вертолете сверху над военкой. И работает ПВО. По мне просто отрабатывает жестко ПВО. Почему? Такого же не было в Сампе никогда. Только в одиночке это было. Посмотрите, ракеты летят по вертолету, блин, с той пушки. Короче, теперь вы знаете, что в трилогии ПВО на зоне работает. И не получится просто так над военкой полетать. На вертолете или на самолете. Вот это, мне кажется, тоже очередной баг. Это надо будет передать разработчикам. Что происходит вообще? Как он ходит? Ну, а я сейчас проверю то, что меня беспокоит больше всего. Можно ли с трилогии переместиться на Vice City? И если можно, и там будет такая же карта Vice City. Я просто офигею, реально. Ну, по идее, наверное, нельзя. Но сейчас проверим. Для этого я прибыл в аэропорт. И авиаперелеты доступны, играя с лаунчера. Пишет в чат. Все ясно. Кстати, как вам вот такой аксессуар у чувака? Это, блин, что вообще такое? Ты зачем, блин, деда на плечо закинул? Это тоже разрабам передадим. Что некоторые аксы просто не отображаются. Ладно, хорошо. Через аэропорт, через метку я не могу купить билет. Но у меня-то есть команда Vice City, которая телепортирует меня сразу на Vice City. Думаю, она тоже не сработает. Проверяем. И то же самое пишет авиаперелеты, доступны только играя с лаунчера. Все понятно. Не знаю, будут ли вообще когда-то доступны перелеты на Vice City с трилогией. Если да, это будет просто разнос мозга. Ведь Vice City же тоже есть в трилогии новая с графикой. И если ее тоже добавят, это будет просто... Я не знаю, я офигею. Домик Шрека, ребят. Его просто нет. Он исчез куда-то, только метка осталась. А почему так? Видать, тоже баг, ребят. Дом Шрека просто не отображается здесь вообще. Посмотрите. Только метка и все. Вдруг кто не знает, чтобы вы не подумали, что я какой-то больной на голову, о каком вообще доме Шрека я говорю. Ребят, в этой обнове вышел вот такой дом. Это дом Шрека, да. Только его здесь не видно. Потому что на трилогии он почему-то не отображается. Зато вот гараж отображается. Все хорошо. Ну что, ребят. Я думаю, на фоне такой вот красоты можно и попрощаться. Показал вам все, что смог. Вроде ничего не забыл. Баги, конечно же, еще присутствуют. Но на то это и закрытый бета-тест. Все это пофиксят еще. Кстати, кто хочет поиграть в трилогию и у кого еще нет кода, скажу по секрету, у себя в телеграм-канале я вот-вот сделаю розыгрыш на несколько кодов. Если, конечно, Сэм Мэйсон разрешит. Но я думаю, я с ним смогу договориться. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, так что залетайте. Ну и на фоне этой красоты я с вами прощаюсь. Что это за бомж, блин, пришел ко мне? Ты что, офигел, что ли? Давай-ка, братишка, проветрись, сходи туда. Скинуть он меня хотел. Слышь, вообще офигел, что ли?